Активный ИЛ – это результат биологической очистки сточных вод, который был изобретен английским ученым Эдвардом Ардерном в 1913 году. И с тех пор он активно применяется по всему миру, в том числе и в Кировской области, например, на очистных сооружениях в Корчомкино. Биологическая очистка сточных вод проводится для того, чтобы удалить из нее органические вещества, в том числе опасное соединение азота и фосфора. Метод основан на способности некоторых микроорганизмов использовать загрязняющие вещества в качестве своего питания. Множество микроорганизмов, находясь в сточной жидкости, поглощают опасные вещества внутрь клетки, где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим превращениям. В результате получается неопасное для человека вещество, богатое микроэлементами, по виду оно напоминает землю. Но употреблять его в сельскохозяйственных целях нельзя, так как в нем по-прежнему остаются тяжелые металлы и недоокисленные нефтепродукты. Поэтому активный ИЛ никак не используют, а просто складируют. Его накопилось на очистных сооружениях, на наших и на подобных наших очистных сооружениях очень много. Вся проблема в том, что его нельзя утилизировать, хотя он достаточно богат макро- и микроэлементами. Но благодаря тому, что в его составе имеются ионы тяжелых металлов и многие недоокисленные органические соединения, СЭЗ запрещает его вносить в почву. Суть изобретения Алексея Колупаева в том, чтобы подвергнуть активный ИЛ еще одной обработке, которая нейтрализует до конца остатки опасных веществ и превратит его в идеальное удобрение. Для этого можно использовать особые микроскопические почвенные грибы. В результате получится богатое и органическое удобрение. Кроме того, гриб обладает рядом уникальных свойств, стимулирует развитие корневой системы растений и очищает почву от бактерий и паразитов. Сам гриб выделяет два типа различных веществ. Один из них – это различные экзоферменты, которые осуществляют окисление и разложение недоокисленных органических соединений. А второй тип метаболитов представлен различными соединениями, такие как глутатион, гамма-амина, масляная кислота, которые связываются с токсичными формами тяжелых металлов, причем образуют очень устойчивый комплекс. И этот комплекс абсолютно нетоксичный. Таким образом происходит детоксикация тяжелых металлов. Проект уже получил признание на инновационном молодежном форуме «Селегер-2011». Кроме того, в этом году Алексей выиграл грант проекта «Умник» для молодых ученых, реализующих собственные инновационные проекты. На полученные по этому гранту 200 тысяч рублей будет куплено необходимое лабораторное оборудование. А для того, чтобы полностью запустить проект в производство, нужно около полутора миллионов рублей. Сейчас вся надежда ученого на поддержку государства и дальнейшую финансовую помощь заинтересованных в новом удобрении бизнесменов. Здесь задачи стоят в нескольких планах. Во-первых, это научно. То есть, так как проект сейчас находится на стадии идеи, то есть нам нужно провести дополнительные исследования, получить определенный результат. Да, сейчас на стадии лабораторных исследований у нас все получается, но нам необходимо также его и проверить уже в естественной среде. Вторая задача – нам необходимо проверить данные удобрения еще на безопасность. Этим уже будут заниматься непосредственно контролирующие органы, такие как санэпидемстанция. Конечно, Александру еще много предстоит сделать. Создать команду, которая будет продвигать инновационный проект. Найти спонсоров. Многократно проверить на практике эффективность разработанной методики. Но когда у ученого есть высокая цель и вера в свои силы, он может свернуть горы. Поддержка молодых ученых, которые занимаются инновациями, стимулирование массового участия молодежи в научно-технической деятельности дает зримые результаты. Ведь только человек может из бесполезной вещи сделать полезную. Из активного ила, которого у нас десятки тысяч тонн по всей стране, в каждой маленькой речке, на всех очистных сооружениях – дешевое и эффективное удобрение. Иван Швецов, Руслан Бакасов, Валерий Никулин. Вести. Кировская область. Кировская область.